Доброе утро, день или вечер! Надеюсь, у вас все хорошо. У нас сегодня 24 декабря, и мы приступаем к предпоследнему дню нашего адвент-марафона. Давайте же начнем с чая. До свидания у нас ласковый мишка, грустно, ну что делать. Смотрим, что у нас в последней ячейке чайного календаря. И здесь у нас чай, который называется Крисмас Куки. Я его понюхаю, я его, ну не прям при вас, но заварю. По-моему, это Ройбуш. Ройбуш. Ну вот такой богатый на составляющие, всякие там штучки-дрючки. Поэтому я его, не поэтому, а просто я его с удовольствием заварю после того, как закончим с вами распаковку. Меня просили показать свечу из Икея, которая хит моего сезона. Вот она имеет. Она не очень взрачная, так сказать. Вот нарисован на ней помандер. Ничего такого, все очень по-домашнему. Она очень смешно называется. Она у меня вся растаяла, поэтому я не могу ее перевернуть на попа. У нее латинскими буквами она называется Винтерфинт. Это вот, ну вы знаете, название вот этой. Икеевские смешные названия. Сейчас проверяю. Винтерфинт. Вот такой Винтерфинт оказался совершенно шикарным. Я буду покупать эту свечу каждый год. Жгла бы ее и в них сезона, но больно она, больно она рождественская, новогодняя. Поэтому оставим ее для... Ну и купить ее в любом случае можно только под Рождество. Итак, у нас с вами остался последний отсек Янкис. И здесь последний, да, последний у нас в них все традиционный. Всего 24 ячейки. И здесь, я надеюсь, будет свеча. Я надеюсь, стакан здесь быть не должен, потому что у нас не было таких свечей, которые надо в стаканчик ставить. И здесь действительно свеча свечуня. Это знакомое название. Snow Globe Wonderland. И приятнейший кондитерский... Их бы вообще... Я их жгла по мере их появления. Конечно, интересно их понюхать один напротив другого. Потому что... И сравнить. Потому что, мне кажется, очень много свечей было с похожим ароматом. То есть, в принципе, вот этот вот... Вот эта вот сладкая основа, но не их обычная. Мне кажется, они поменяли немножечко стиль. Потому что... Ну, я уже говорила. В общем, были печенья, а теперь вот с какой-то прохладцей. Очень классные. Очень в стиле этого года. В общем, супер, супер. Свеча у нас есть. И странным образом, самая, скажем так, богатая свеча для этого календаря, которая у нас была вчера, вот в такой упаковочке. Была вчера. Вроде бы казалось, ее надо в 24 номер. Ну, ладно. Логики мы не будем искать. Давайте смотреть. Я довольна этой свечой. Давайте смотреть, что у нас в Марксен Спенсере сегодня. Так, что-то совсем-совсем невесомое. Совсем-совсем невесомое. О! Практично. У нас в прошлом году был точно такой же, точно такой же, такая же помада гигиеническая от бренда Ультра Сан. Я, она у меня уже сейчас заканчивается, пользуюсь до сих пор. Очень довольна. Приятная, ухаживающая, пользуюсь круглый год. Я не хранила ее до лета, потому что летом, я, ну, не знаю, к сожалению, или просто констатирую факт, про гигиенические помады как-то не вспоминаю, потому что летом губы не сохнут. Ну, наверное, на пляжу полезно СПФ и намазаться, но до пляжу я в этом году не доехала. Вот. Классная вещь, пригодится, очень практично. У нас одна с вами гигиеническая помада была в Паёе, одна в Марксинской ансерико-красной. И потребности на целый год закрыты полностью. Я всем довольна. Так, что-то у нас такое большенькое. Ой, так, по весу скажу свеча, наверное. О, да. От бренда Неум. Свеча с лавандой, жасминой и бразильским розовым деревом. Оно как-то по-другому называется, но Рузвуд. Характерный запах не почему-то здесь не лаванда и жасмин, а лаванда и розмарин. Но полноценная свеча, это дистресс, ароматерапия, все в одном. Так пахнут все спреи подушковые, которые призваны облегчить отход ко сну и, в общем, снизить уровень стресса. Вещь не дешевая. Положа руку на сердце, немножечко бьюти календари с ароматами свечей, которые они включают. Потому что в прошлом году в культе у нас была шикарная по своим свойствам свеча была фрейд, но она была туберозная. Я от жадности ее сожгла. Но я бы ее никогда не выбрала. Вот этот дистресс от... Аромат дистресс я тоже обязательно с удовольствием ей воспользуюсь. Но, в общем, я бы лучше какой-то более такой... Не знаю. Более мини-медицинский аромат выбрала. С другой стороны, у меня их много есть от Янкис. Так, что мы смотрим сегодня? Сегодня мы смотрим 24-е число и что-то такое не мать. Подождите. Так, от бренда Био Санс, Сквалан, пептиды меди. В общем, сыворотка для... Не знаю, как перевести. Ну, чтобы все, в общем, бодренько стало на лице обратно. Пептиды меди используются летом вместо ретинола в рутине уходовой. Многоступенчатый, поэтому они у нас ждут до лета. Бренд... И, по-моему, что-то я... Что-то у меня от них было, но я не вспомню, что. Но у них их амбассадор... Это прекрасно совершенно выглядящая и очень импонирующая мне женщина Риз Визерспун. Мне кажется, и не знаю, может быть, это неправильно, а может быть, правильно, мне кажется, что дамы такого уровня с многими бизнесами и успешными карьерами, они вот совсем на фигню разминиться не будут. Я к тому, что не за счет амбассадора бренд внушает доверие. Поэтому летом я попробую, и если вдруг как разглажусь и стану... Не знаю, как это планты... Короче, возвращает, возвращает и юность, и упругость, наверное, вот так вот. Так, давайте смотреть, давайте смотреть. Все, сегодня последний номер у нас от... И здесь, 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 здесь... Ууу, это интересно. Это интересно, как они с этим справляются. Это CC Glow. CC крем. Но CC крем, в общем-то, с оттенком. Поэтому давайте посмотрим, как у них получилось с оттенком. Вот такой совсем... Это, наверное, из тех, что подстраиваются. Потому что я уже не раз говорила, мой любимый, такой светленький он, и он, видимо, подстроится. Подстроится. Ну, посмотрим. Да, он подстраивается под ноль, но если какое-то покрытие, я затрудняюсь сказать. Мне что-то кажется, нет. А если нет, то какой смысл? Потому что я не раз уже говорила, что мое любимое, единственное средство, которое мне подходит в качестве тонального средства, это... Я пытаюсь замазать свои веснушки, посмотреть, замажутся ли они. Ну, очень условно. То есть сильную пигментацию этот продукт не перекроет. Пахнет очень приятно, если это важно. В общем, CC крем от Lumine. И это мой единственный и самый любимый тональный продукт. И он гораздо более пигментированный, и он прям реально перекрывает многие вещи. Особенно, если его наслаивать, я его обожаю. И вообще прямо не знаю, что будет, если его когда-нибудь сменить в производстве. Я не знаю, что будет, я перестану выходить на улицу. Все, я проверяю все наши эти самые. Все, мы прощаемся с календарем Payer. Мне кажется, за свою цену я выкупила что-то порядка 40-46, наверное, фунтов. Очень неплохой набор продуктов. Я с удовольствием перепробую ко многим с большим интересом. И хочу сказать, что я в свое небольшое, очень коротенькое, на самом деле, путешествие с удовольствием возьму вот эти все малышки, которые у нас здесь содержание есть. Как раз и мицеллярную воду, и тоник, вот эти все вот эти жидкие продукты маленькие, которые как раз нужны для путешествий. Вообще, конечно, после, 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 после распаковки всех этих календарей будет очень даже приятненько и простенько собрать, собрать косметичку с собой. Потому что есть все-таки достаточно много мельничек, и прям только знай себе и выбирай. Ну все, предпоследний день, предпоследний день мы с вами завершили. Хорошие продукты, прям вот этот полный размер такой, сильно действующий, высокоэффективный, ну, по крайней мере, я так ожидаю, продукт. Остальное все тоже очень даже ничего. Что у нас с вами осталось? Практически, наверное, ничего. Только доложу вам, что шишку я сегодня съела. Хорошо, что у нас, хорошо на самом деле, что я их отвезла, потому что шишки очень сытные. Там вот эту шишку, это реально место обеда. Сегодня у нас не будет включения с шаловливым эльфом. Про парфюмерию, я надеюсь, мы с вами, Бог даст, поговорим в наступающем году. А я вам для настроения вставлю, пожалуйста, не судите строго. Если вы за хороший монтаж и хорошее качество видео, то, в общем, прощайтесь со мной сейчас. А кто не против одним глазком заглянуть в наш вчерашний день, когда мы ходили на рождественское иллюминированное представление. Не знаю, как это правильно назвать. Я называю это праздник огоньков. В Уинзоре у нас совсем недалеко. И получили огромное удовольствие. Нам очень повезло с погодой, потому что были у нас, вы помните, морозы. Сейчас были дожди, но нам великолепно повезло. Было тепло, без дождей. Замечательное предрождественское мероприятие, которое вот прямо все уже настраивает тебя, ставит тебя на рельсы рождественского настроения, даже если раньше ты был на каких-то других рельсах. Так что вставляю вам кусочек наших вчерашних впечатлений. Я надеюсь, что у вас все очень хорошо, тепло, уютно. Надеюсь, что будет еще лучше. Огромное спасибо, что были со мной. И завтра мы с вами встретимся. Последний раз в рамках адвент-марафона 2022. Но надеюсь, что не последний в более широком смысле этого слова. Спасибо, что были со мной. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok It's beginning to look a lot like Christmas Toys in every store But the prettiest sight to see Is the holly that will be On your own Front door A pair of half-a-long boots And a pistol that chooses The wish of Barney and Ben Dolls that will talk and will go for a walk Is the hope of Janice and Jen And mom and dad can hardly wait for school to start again It's beginning to look a lot like Christmas Is the carol that you sing Is the carol that you sing Jack Frost Jack Frost nipping at your nose Yuletat Tiny tots with their eyes Tiny tots with their eyes all aglow Will find it hard to sleep tonight Will find it hard to sleep tonight They know that Santa's on his way He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh And every mother's child Is gonna spy To see if reindeer Really know how to fly And so I'm offering This simple phrase To kids from 1 to 92 Although it's been said Many times, many ways Merry Christmas To you That's quite enough of that I think it's time You fairies went home to your beds And it looks like some of you Need your beds too Thank you so much for coming See you again soon Thank you